Ребята, всем привет! Педагогам и профессиональным исполнителям хорошо известны общие принципы выработки исполнительских навыков и умений. Однако существует несколько мифов, прочно укрепившихся в педагогике методических аксиом, которые не очень-то соответствуют реальному положению вещей. Одну из них приведу в этом видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. В процессе работы над музыкальным произведением и формировании навыков для него невозможно избежать возникающих время от времени периодов регресса. И практически в 100% случаев бывает так, что во время работы наступает момент, когда никакая дальнейшая работа не приводит нас к улучшению результатов. Так, график эффективности выработки навыка представляет собой зигзагообразную кривую с чередованием подъемов, спадов, характеризующихся отсутствием видимых результатов при повторах и неэффективностью действий в целом. И такую картину считают нормой, поскольку она обусловлена вполне объективными причинами. Все мы не без греха и иногда можем работать с помощью неэффективных методов. Но все же, возможно ли избежать или хотя бы минимизировать такие периоды застоя? Так советский психолог и философ Сергей Леонидович Рубинштейн писал, цитирую, «Основными причинами задержки выработки навыка является, с одной стороны, менее активное упражнение вследствие утраты интереса и т.п., а с другой – необходимость от времени до времени методически перевооружаться, перейти к новым методам работы. И в этом нет ничего фатального и рокового». Самуил Евгеньевич Фейнберг полагал, цитирую, «что если упражнение не дает положительных результатов в короткий срок, за несколько часов или даже минут, лучше его оставить и поискать другой способ тренировки». А Самарий Ильич Савшинский считал, цитирую, «что повторяемое после некоторого перерыва накладывается на несколько иной жизненный фон, тем самым оно укрепляется новыми ассоциативными связями, и их число только возрастает. К тому же повторения немного по-другому воспринимаются мозгом, отдохнувшим во время перерыва. Вывод таков. Свежее внимание и свежее отношение дают возможность как бы заново и по-новому отнестись к задаче и к своей работе. Следовательно, полезно перемежать работу паузами. Итак, для того, чтобы преодолеть регресс в процессе работы над произведением, нужно уметь вовремя отреагировать на него, изменив способы освоения, например, поменять темпы, штрихи, акцентировку и т.д. Изменить цели освоения, например, сделать смысловой акцент не на качестве движений, а на художественной стороне, интонировании, динамики, образности. Изменить сам график освоения, например, отложить работу на некоторое время, заняться другими упражнениями, другой работой над навыками, имеющими общее звено с предыдущим, или вообще отложить это произведение и поработать над другим, в котором будет уже другая двигательная структура. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok